2430 километров отделяют Воркуту от Москвы. Преодолеть такое расстояние пешком способен лишь тот, кто не боится встретить трудности на своем пути. 30 лет назад бывший воркутинец, заслуженный путешественник Российской Федерации, действительный член русского географического общества Анатолий Цепкало смог совершить такой переход за 47 дней. О нелегком пути, трудностях, экспедиции и преодолении себя рассказал нашей съемочной группе сам герой. Я прибыл в Воркуту, в свой город, откуда я 5 августа 1987 года начал первый в истории Воркуты сверхдальний, длительный, спортивный, воинский переход под патронажем горкома Комсомола по маршруту Воркута-Москва. До этого не было аналогов перехода, не было опыта, навыков, кто бы мог совершить вот такой пеший переход из Воркуты в Москву. Подготовка к длительному переходу началась задолго до экспедиции. Усиленные тренировки спортом, закаливание и пробы собственных сил в небольших марафонах. Мы здесь исследовали, обошли все маршруты вокруг Воркуты. Пешком я ходил на Хальмирью, на Сейду, по Большому Шахтерскому кольцу. Все-все-все, это был 86-й год. Были и сомнения в собственных силах, которые Анатолию тоже приходилось преодолевать. Это каким надо быть человеком? Это надо быть сверхчеловеком, наверное, сверхвозможности быть должен у человека, чтобы одолеть этот маршрут своими усилиями, пройти через тайгу, тундру, лагеря, зоны и все, что там было на пути. Длительная экспедиция окрылила спортсмена, дала уверенность, вдохновила на другие маршруты. Сейчас за плечами Анатолия Цыпкало бесчетное количество экспедиций. Книги, посвященные этим событиям, автор оставил для воркутинцев в архиве города. Воркута все так же представляется заслуженному путешественнику, привлекательной для развития туризма. Изменения в лучшую сторону, считает Анатолий, наглядно представлены для горожан. Замечаю, замечаю, замечаю рекламы по городу. И вот мы сейчас находимся на стадионе на городском. Конечно, это явно, это явно реальное, я вижу, изменение в нашу пользу. В пользу туризма, в пользу спорта, в пользу здорового образа жизни, в пользу позитивной жизни здесь, на нашей арктической земле. Потому что мы, молодежь, не должны упустить. Мы ветераны спорта, мы в ответе за нашу молодежь, куда она пойдет, чем будет заниматься, чем будет интересоваться. Сейчас важную для себя миссию Анатолий видит в воспитании подрастающего поколения. Надо заниматься вот этим искусством, с молодостью, несмотря ни на что. Родители занимаются или не занимаются. Если я приехал выступить перед молодежью, я уверен на все 300%, что в душе я посею то зерно, которое необходимо не только для меня, как для моей работы, для всей Воркуты, для всей республики Коми и в целом для всей России. Впереди творческие встречи в Лопытнангах, Сыктывкаре, Москве и других городах нашей Родины. И везде главное – передача опыта, старт которому положила экспедиция из Воркуты. Светлана Зарянко, Иван Волошин, ТВ Гало, Воркута. Светлана Зарянко, Иван Волошин – 2022, Россия.